Помогает. А тебе почему не помогает? Так он любит, чтобы я помогал ему. Я его из долговой ямы помог вылезти. Сколько ты ему давал? Да я только помню. Денег ты ему давал. Из долговой ямы его вытащил. Странные как-то бедные бедные, а все равно деньги у тебя есть кому-то помогаешь. По проценту дает. И долговой ямы его вытащил. Ну тебе вернул деньги-то? Ну. Вернул. Ладно. Не знаю Василий. А еще у кого денег просил? Да пока не у кого. В общем не подходил еще у кого кроме батюшки? Не у кого. Ну как? Ну мне это Севастьян сказал. У батюшки попросил. То есть ты к Севастьяну подходил у самого? Ну сначала к Севастьяну. Ну он говорит у меня, я сам в долгах весь. Как в шалках, да? Ну. Понятно. Больше ни у кого не просил? Ну у Севастьяна, у батюшки. К Игнать Тихоновичу не подходил? Нет. А что, у него, он же богатый у него. Смотри сколько домов. В Потеряевке штук пять. А ты в Потеряевке кто-то просился жить? Просился. А почему тебе отказали? Ну то, что я одинок там, не сумею потянуть поделку. То есть доверия к тебе нету, да? Так же все репьем зарастет, там будалем ничего делать не будешь. Зачем тебе такой нужен? Трудень. Ну ты согласен с этим? Согласен. Не обижаешься? Да, а что обижать, если я такой, какой-нибудь за рекой? Ну а если бы к тебе бы кто-нибудь обратился бы и сказал дай мне сто тысяч то, но я не знаю когда отдам. Я вообще не работаю и ленивый, и по помойкам питаюсь и все. Занял бы. Ну и кто бы так отдал? Ну я тебя спрашиваю, ты бы занял бы такому человеку? А ты повернул уже? Да, да, если бы ты бы занял, то и тебе. Господь то как смотрится? Я не знаю, вот этой бабушки то насобирали, как-то Господь ей помог полмиллиона. Полмиллиона и люди назад то не требуют даже. Чем она, эта бабушка Богу угодила? Наверное, она труженица, наверное, привечала. Людей кормила, наверное, помогала. Вот и Господь ей помог. Просила, молилась, наверное. Вот я-то ничего этого нету. А я такой вот, я ленивый, я это, кормите меня. А если вы меня кормить не будете, я буду на помойке питаться, вам будет стыдно. Такое у тебя рассуждение, да? Да я без задней мысли какого-то. Ну, давай вернемся. Не горюйте Сергею. Я без задней мысли. Без задней мысли. Ну, давай вернемся попросту. Если вот тебе, ну да вот я, Василий, дай мне сто тысяч, а когда отдам, не знаю. Так ты эту воду в ступени не молоти кого-то. Ну, занял бы или не занял? Ну, воду в ступени не молоти кого-то. Не занял? Толкаешь воду в ступени. Не занял, не занял бы. Да посмотрел бы. Ну, посмотрел бы. Посмотрел бы. Так же как батюшка отшутился бы и не дал бы, да? Ну вот. Вот и тебе не дают. Поэтому. Описание говорит просящему тебя дай и не требуй назад. О как. Значит, просящие, может быть, разные бывают. Бывают авантюристы просят, которые знают, что не дают. А бывает нужда такая, что надо помочь. Ну, алкашу или кто не даст. Ну, ты тоже не алкаш. У тебя пенсия, недвижимость. А второй домик ты его не будешь продавать? Сколько он? 50 тысяч стоит у тебя? За 60. Покупал за 60. Он как памятник у тебя будет стоять там. Там тоже камелёк гнилой-то. Его-то нельзя утеплить, который за 60-то. Только там летний домик. Летний, да. Печки нету. Печки тоже нету. То есть у тебя за 60-летний домик печки нету. За 200-летний домик печки нету. И третий у тебя сейчас будет за 600, который тоже летний. За 150 я его покупал. Ну, а теперь-то он у меня обошёлся уже больше трехсот. Ну, больше трехсот. То есть ты его за 150 купил, 150 вложил в утепление. Там у тебя печка. А что там тебе в нём не живётся? Камелёк там какой-то, да? Ну, я тебе говорю, завалюха. Завалюха. Ну, камелёк сделали, подпорку сделали, чтобы не завалил. Завалился совсем. Ну, а зачем всё? Прежде чем утеплять-то вы отказались бы от него, да и всё. 150 тысяч вложили. В то время-то я ещё не сообразил, что камелёк-то это подпорка. Чтобы дома стены не завалились. Только потом уже спустя какое-то время я сообразил. Ну, а брату-то сказал. Брат, ты-то чего мне не подсказал-то? Да, ему до лампочки. Ну, ему до лампочки. Не будешь бы с меня хапнуть эти деньги. Ну, а ты ему высказал эту претензию-то про камелёк-то? Никого я ему не говорил. Не говорил? Да я чё её с ним буду? Я уже её с ним не разговаривал. Ему скажешь, давай мат-перемат-мат-перемат. Ещё. И весь разговор. Ну, а ты сейчас-то вот у тебя в этот домик попасть не можешь. Чё у тебя? Застрял ключ, я вчера звонил там этим. Они не знают. Там надо высверливать, там свет надо там. Ну, у меня коловорот есть. Сверло такое вот. Ну, а чё ты там сделаешь? Ну, высверлил его, уже дверь откроется. Уже можно заходить. Коловоротом. Ну, чё ли, коловоротом не высверлишь? Я не знаю. Ну, ты пробовал. Попытаться. Ну, я час только вспомнил, что у меня коловорот есть. Сверло такое вот. Такое вот с мизинницей. Может быть у соседа у тебя дрель есть там и переноска 50 метров. К соседу бы сходил. Там только высверливать надо. Чтоб дверь открыть-то. Дверь открыть уже надо. Видеть там, чё будет. Ой-ой-ой, наделал дело. А он прям, я там почему-то его не открыл-то там. Вода попала, замерз. Ну, так вы приезжали прошлой зимой за мной. Я открывал больше десяти минут. Так там-то это, такая вот, круглая это. Ну, вертеть этот замок. Ну, а почему ты вот прошлое... Почему не сделал-то залет? Ну, я... Пассатижи мне открывал. Пассатижи мне открывал. Почему залет? Пока тепло было-то, почему залет-то не отремонтировал, чтоб он тебя не смазал, ничего. Почему? Знал, что у тебя такая проблема уже. Это не неожиданность, это закономерность. Что ты уже... В тот раз братья приехали, то десять минут дверь не мог открыть, а она у тебя там... За больше десяти минут. Ну, это что? Как это называть? Аскетизм? Экономия или дождь? Ну, дверь не открывать сейчас в свой дом и не можешь попасть. Разве это как Гожа. Все из-за лени. Почему не сделал замок-то? Вот ты хочешь жить отдельно, чтоб никто тебя не обличал. Люди более возлюбили тьму, нежели свет. Потому что дела их были злые. Дела твои злые, ты ленишься. Замок не мог сделать. В дом попасть не можешь сейчас. И сделать ничего не знаешь. И денег нет у тебя. К брату пришел. А он тебя отматерил, выгнал. Ко мне подался. Я тебя тоже предупреждал. Ко мне вонючий не ходи. Ходи на трамвай. Нет, ты опять пешком пошел. Договор нарушил. А мороз был я не вспотею. Ну и что, что не вспотеешь? Ну у нас договор. В договоре я тебе, прежде чем я тебе договор с тобой заключать, я тебя спросил, у тебя деньги на проезд есть? Ты сказал, есть. А ты эти деньги на проезд потратил на еду. У тебя денег на проезд есть? Ты уже обман. Я за каждым словом обман. Он мне сказал, что есть, а сам пришел. А у меня нет. А почему говорил, что есть на проезд? Соседу занял 300 тысяч. Я думаю, он какой добрый. Он вообще алкаш. Когда ты занял соседу 300 тысяч? Ну он причину нашел. Ну то есть смотри. Эта дочка это родила. Дочка родила. Ну это с которой он живет, с женщиной. Когда это было? Когда это было? Что ты 300 тысяч ему занял? Ну вот. По осени. По осени. Ну причем если тебе 300 тысяч, когда я у тебя спрашивал, вот недавно у тебя деньги на проезд есть? Ты сказал, есть. Если бы ты сказал, есть, а потом после этого занял 300 тысяч, тогда понятно, что ты про меня забыл, про наш договор, что ко мне ездить на трамвае. На трамвае это не 300 надо тысяч. 19 рублей проезд. Ну с пересадками там 40. Ты на меня наплевал. На каком на трамвае это что, Сергей? На трамвае это надо идти, дойти. Ну я имею ввиду не трамвай, а там автобус. 20 рублей. Сколько от Бельнесёва проезд стоит? 40? От Сибирской долины 20. 20 рублей. 20 рублей. От Бельнесёва 40. От Бельнесёва 40. Да здесь еще. Да я на Бельнесёвском. Я тут за 26 минут дошел до этого. Договор. То есть если бы ты сказал, что я экономлю, дай мне, я бы тебе дал, лишь бы только вонючий ко мне не приходить. Миш, не жалко тебе 20 рублей. 20 рублей то я найду. А ты и договор нарушил, и по школам опять пришел. А я люблю ходить. Ну твоё люблю и наш договор. Чё важнее? Как считаешь? Ну если я экономлю на своем желудке, а что бы я ещё экономил на дороге? Экономлю на дороге. Ну я тебе прежде чем договор заключать, я же тебя спросил, деньги есть? Ты сказал, есть. А ты бы сказал, я экономлю, нет у меня денег. Дай мне на проезд, я тогда тебе буду ходить. А так я не могу твой договор соблюсти. Ты сказал, есть. То есть ты дал согласие не экономить на дороге, а пройти. Я тебя тут накормил бы и дал бы. Всё тебе. Ты рыбу ел у меня вчера? Ел. Вкусную? 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 Как называется? Гальяна. Есть люди сушеные, потеряешь. Ладно, всё, надо на работу идти. Время уже 7 часов. Всё. Спаси Христос, вступай с Богом. Спаси Христос. Всё.